Здравствуйте, уважаемые коллеги-филателисты, все зрители моего канала. Сегодня будет опять на канале розыгрыш, но немножко необычный, не такой, как раньше. С чем он связан? Вот, видите, я сижу за такой вот баррикадой из клясеров, которая меня закрывает. Здесь 25 штук разного формата, да, ну, клясеры, там, папочки, в которой я... Большие такие вот листы России храню, ну, вернее, малые, большие и так далее, да. В общем, в общей сложности вот это вот, то, что вы видите перед собой, это все то, что, как говорил персонаж Этуша из фильма Иван Васильевич меняет профессию, все, что нажито непосильным трудом, да. Вот, это то, что я успел накопить за, ну, наверное, в общей сложности около 15 лет увлечения филателии, то есть, там, больше 10 лет, 11, даже больше. Я занимался в детстве этим увлекался, да, и потом вот уже 4, там, 4 с лишним года уже после того, как я вернулся в филателию в более зрелом уже, в таком возрасте, да, после 40. В общем, вот это то, что меня сейчас составляет, мои коллекции, и мне тут стало интересно, насколько же у меня всего марок в коллекции, да. Я решил их посчитать. Ну, на самом деле, почему? Это дело такое достаточно непростое, потому что вопрос в том, что считать маркой, что считать маркой в коллекции, потому что у меня много достаточно такого вот материала, которым я делюсь с начинающими, все об этом знают, кто постоянно смотрит мой канал, да, там, даю каким-то вот юным филателлистам. Естественно, это я не считал. То, что у меня предназначено там лежит на обмен, на подарки, да. Да, я, естественно, считал только марки, имеется в виду вот то, что подходит под определение марки, да, то есть государственный знак почтовой оплаты, то, что имеет номинал, и то, что может быть использовано хоть где-то в качестве марки, да. То есть я считал в том числе и марки всяких непризнанных государств, но тех, которые вот реально атрибутами государственной власти обладают, типа там всяких вот ПМР, ЛНР, ДНР, там Абхазии, Северного Кипра и так далее, потому что, в принципе, ну я рассматриваю марки этих государств как марки, как минимум, некой локальной почты, да, потому что там по этому государству вы все-таки можете использовать эту марку для оплаты почтовых услуг, да. Там я считал вот блок за одну марку, ну если на нем вот одна марка, да, перфорированный, нанесен номинал и там все остальные атрибуты, лист я считал за столько марок, тоже сколько марок на этом листе, именно марок там ни купонов, ни виньеток, это я все не считал, да. То есть, грубо говоря, вот там я показывал какие-то свои большие листы, например, из 50 марок военно-морского флота США, то есть это я считал за 50 марок, хотя они как бы сцеплены в один лист, да, но если опять же этот лист разорвать и наклеить эти марки, то их можно использовать именно каждый как марку. Да, в общем, вот долго я так вот считал, 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 считал и насчитал, сколько то, и, собственно, в сегодняшнем розыгрыше я предлагаю тем, кто захочет в нем поучаствовать, угадать, сколько у меня на сегодняшний день марок в коллекции. Вот, то есть для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно под этим видео написать там, участвую, да, и написать свой какой-то вариант, количество марок, который, как вы думаете, у меня вот может быть в этих альбомах, ну, я, правда, сразу скажу, они не абсолютно полностью заполнены, я люблю покупать клястеры в проб, я люблю там под какую-то отдельную тему, под тему коллекции заводить заранее там клястер, в котором будет лучше там свободное место, чем, как говорится, марки будут тесниться, ну вот, поэтому это не полностью абсолютно заполнено марками, ну, там, не знаю, процентов на 60-70, наверное, в общей сложности, если так прикинуть. Вот, но, тем не менее, вот сколько-то марок здесь есть, и, соответственно, те, кто захочет принять участие в розыгрыше, они должны будут угадать, сколько их у меня вот на данный момент, 8 июля 2021 года, когда я записываю это видео. Друзья, давайте, так сказать, чтобы было более понятно, да, я подскажу, что эта цифра пятизначная, вот, но она, естественно, ближе к началу этого регистра существенно, чем к концу. Так вот, как будет определяться победитель, да, через ровно одну неделю, 7 дней, да, после выхода этого видео на моем канале, значит, я просмотрю все вот эти вот, ну, скажем так, комментарии под видео, да, заявки на участие, и понятно, что угадать абсолютно точно, да, при таком разбросе значений невозможно, но у кого вот окажется его значение, да, то, которое он написал, цифра, которую он написал, наиболее близкой к тому конкретному количеству марок, вот, которые я сейчас насчитал в своей коллекции, вот, тот и будет объявлен победителем. Ну, что я подарю победителю за победу в этом розыгрыше? Друзья, на самом деле, подарок будет хороший, я подарю три чистых серии, ну, или там, листа, или блока, значит, либо из темы фауны, либо из темы транспорта, на выбор победителя, что ему интереснее. В принципе, если ему не то, не другое, неинтересно, интересно что-то другое, ну, может быть, так сказать, там, поговорим, если что-то у меня найдется, но, скорее всего, это вряд ли уже будут чистые марки, потому что у меня вот то, что, допустим, там, космоса чистого у меня сейчас нету, да, я там все пораздавал, только гашеную, там, допустим, ну, каких-то там, что-то, какой-то экзотики, так сказать, там у меня тоже нету, ну, то есть, вот, грубо говоря, вот так вот, либо фауна, либо транспорт, это я гарантированно, да, три серии, или там, блока, или листа чистых отправлю, если захочется что-то другое, ну, если человек захочет, да, на что-то другое поменять худшего качества, но оно ему нужнее, ну, значит, значит, если у меня это есть, отправлю ему вот это вот. Вот, собственно, друзья, на этом все, спасибо за внимание, участвуйте в конкурсе, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, увлекайтесь филателией, не болейте ни в коем случае, спасибо и до новых встреч!